Великобритания 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 примеров. На девятом уровне располагается танк ВЗ-120. В игре он представляет собой различные варианты конструкционных наработок по модернизации танка тип 59. Топовая конфигурация этого танка примечательна орудием тяжелого танка 10 уровня, которое обеспечивает ему самые высокие показатели бронепробития и урона среди всех его одноклассников, за исключением Центуриона. Однако эти великолепные характеристики уравновешиваются такими недостатками танка, как низкая подвижность и маневренность, а также более медленным сведением и малыми углами вертикальной наводки орудия. Перейдем к венцу развития китайских средних танков. Модель 121 является прототипом среднего танка, предназначавшегося на замену тип 59. От предыдущих машин его отличает усиленное бронирование башни и еще более мощное вооружение. Он оснащен, пожалуй, самым мощным из всех китайских орудий, представленных в игре, полным аналогом советского орудия М62Т2. По бронепробиваемости оно не уступает другим орудиям средних танков 10 уровня, при этом отличаясь более высоким разовым уроном. Следует, однако, отметить, что в результате использования такого вооружения танк оказывается немного перегруженным, что не лучшим образом сказывается на его динамике. Высокоуровневые средние танки Китая представляют собой своеобразную комбинацию СТ и ТТ. Соответственно, их характерные недостатки — не лучшая динамика и малые углы вертикальной наводки. Это значит, что в игре вам будет сложнее пользоваться особенностями рельефа. Исключение составляют небольшие кочки и камни, которые будут полезны именно благодаря низкому силуэту китайских топовых СТ. В остальном придется уделить внимание искусственным укрытиям, завалам, нагромождением мусора и остовом поврежденной бронетехники. Среди тяжелых танков наибольший интерес для игроков представляют, пожалуй, машины 8 и 10 уровней. Например, на 8 уровне располагается модель 110, которая представляет собой модернизацию ИС-2 с более мощным бронированием и прогрессивной формой корпуса типа «щучий нос». Эта форма является отличительной чертой китайских тяжелых танков. В результате мы получаем ТТ с самой мощной по сравнению с его одноклассниками броней во фронтовой проекции. Слабым местом танка, однако, являются длинные и достаточно уязвимые борта. Также следует отметить, что он оснащен орудием, характерным скорее для средних танков. Топовым тяжелым танком китайской ветки является модель 5А под индексом 111. Это третий тяжелый танк 10 уровня, обладающий возможностью игровой прокачки и, в отличие от ИС-4, игрокам понравятся оба его орудия. Одно из них — немного ослабленный аналог М62Т2, аналогично вооружению среднего танка 9 уровня. Второе орудие является китайским ответом на С-70 и имеет сопоставимый с этой пушкой разовый урон и другие характеристики, но несколько меньшую бронепробиваемость. По бронированию танк напоминает ИС-7, а стиль игры на нем схож с ИС-8. Машина фактически представляет собой результат развития подвижных тяжелых танков, совмещавших в себе конструкторские особенности как ТТ, так и СТ. На этом все. Скоро вы сможете самостоятельно ознакомиться с новыми машинами. В новом выпуске мы...